Рад вам, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата, продолжаем с вами говорить про необычные рубли времени Николая Второго, уже начали говорить о возможных браках гуртовой надписи или ошибках инструмента и это конечно очень отдельная тема коллекционирования, так как именно время Николая Второго для многих является наиболее доступным для коллекционирования, люди стараются собрать как можно более полную коллекцию, но многие монеты, особенно рублевого достоинства или 50 копеечного, но практически недоступны из-за их чрезвычайно высокой цены и редкости, но можно тут назвать монеты 1904, 1905, 1908 годов и в этом случае конечно вполне можно собирать просто необычные монеты, которые можно встретить наверное почти в любом году, но уж если речь идет о годах массовой чеканки, там таких необычных монет множество и вот очередной такой пример, сразу оговорюсь, в некоторых справочниках есть информация о таком необычном варианте как о рубле с непрописанными нижними гастами в самом слове номинала рубль, у буквы Б и у Ять нижние гасты отсутствуют или сохраняются лишь в виде еле-еле видимого следа. Наиболее распространенная версия, которую можно часто услышать, так же как и в случае с многочисленными гуртовыми ошибками, монета делалась за рубежом, например на брюссельском монетном дворе, российский шрифт там был неизвестен и мастера в процессе ремонта инструмента допускали ошибки, буквы, изменяли свои контуры, потеряли свои нижние гасты, вот таково было отношение иностранцев к русским монетам и к написаниям на них. Как я уже сказал, известны такие варианты были больше всего именно на рублях самого Масцева 1897 года и именно на рублях брюссельского монетного двора. Уже много лет назад однажды сам я тогда еще начинающий коллекционер принес в исторический музей монету и задал вопрос, как же так? Да, мы знаем об этой ошибке, мы знаем о вероятных причинах появления за границей таких недочетов, но вот вам пример рубль 1899 года знаком ментсмейстера на гурте ЭБ или Кумбабаянс, то есть монета на Чкайна на петербургском монетном дворе и аж целых два года спустя после известных нам рублей 1997 года без нижних гастов, но здесь ровно тот же брак. И получается, что никакого отношения к иностранным мастерам такая монета не имеет, не использована она именно для брюссельского монетного двора и не выражено тут какое-то особое, может быть, пренебрежительное отношение к российским монетам. Инструмент этот явно производился на петербургском монетном дворе или корректируется на петербургском монетном дворе и известен нам даже в разных годах, так как уже есть такие монеты известные и с датой 1898. Таким образом, даже на привычных монетах, которые мы, наверное, часто не просматриваем внимательно, в большей степени выбирая состояние, иногда можем увидеть совершенно чудесные экземпляры. И тогда, когда я принес такую монету много лет назад в исторический музей с вопросом, как же так, что такая монета не описана в известных справочниках, получил совершенно правильный ответ. Значит, будет описана, а пока она у тебя первая официально показанная, с чем тебя и поздравляем. А я хочу всегда поздравить и вас, потому что каждый коллекционер может найти свою первую необычную монету и, может быть, его имя впишут в историю или он сам впишет в своей коллекции. Удачных вам находок, интересных монет, будьте внимательны и внимательно посмотрите даже, казалось бы, самые рядовые, обычные монеты. Удача обязательно будет вам сопутствовать. Обращайтесь на канал Заметки Нумизмата, обращайтесь за консультациями, смотрите нас, будем рады новым встречам. До свидания.